Take out pencils. Берем карандаши. We are looking at the criteria. Посмотрим с вами на критерии. Ученики Ксении Ворониной разбирают письменную часть ОГЭ и готовятся к итоговой контрольной работе. Письмо они уже написали дома, теперь проверяют работы своих соседей по нужным критериям, а затем разбирают ошибки и недочеты со своим преподавателем индивидуально. С выбором профессии Ксения Викторовна определилась не сразу. Где-то два года после окончания института я работала в IT и затем я решила, что мне хочется работать в образовании, делать что-то полезное. Пошла работать с учителем английского языка сначала в Нижнем Новгороде, в 13-й гимназии лингвистической, и затем переехала сюда и пришла на работу сюда. В общей сложности, получается, седьмой год я работаю учителем. В конце марта Ксения стала победителем городского этапа «Учитель года-2021». В мае девушка заняла первое место и в региональном этапе. Он проходил в два тура. На заочной нужно было предоставить методическую мастерскую и свой урок. В финал вышли пять нижегородских педагогов. Все конкурсанты вообще очень интересные, замечательные люди. Было здорово на них смотреть. Уровень подготовки, конечно, высокий. Все очень грамотные специалисты, все очень хорошо общались с аудиторией. И было здорово, интересно профессионально прирасти, наблюдая за своими коллегами. На очном региональном этапе конкурсанты проводили мастер-класс, в котором демонстрировали профессиональные навыки и участвовали в панельной дискуссии на тему «Школа как фронтир воспитания нового поколения научно-технологических лидеров». На вопрос о том, какой он учитель года, Ксения отвечает просто и лаконично. Я думаю, учитель года – это тот, кто учится постоянно сам. Для меня это безумно важно. Безумно важно не зачерстветь, безумно важно смотреть открытыми глазами на этот мир и как можно больше узнавать, узнавать и много полезного опыта приобретать каждый день. Осенью Ксения Воронина будет представлять Нижний Новгород уже на заключительном этапе конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.